Пожалуйста, они с плитами не аварийные, не ничего. Гараж был построен где-то в 68-м году, но он был реконструирован. Мы узнали об этой застройке случайно от представителей гаражного кооператива и, соответственно, были обеспокоены тем, что за нашей спиной решили снести все эти гаражи и застроить новыми домами. В то же время здесь, на этой территории, будут сноситься не только гаражи, но и врубаться леса. В нашем доме стоит канализация метр высотой. Проблема в доме не решается. Дом разрушается. Из крыши все протекает. И в подвале постоянно вода. Дворы не чистят. Если у нас снесут лес и будут строить огромные дома, 35-этажные, Уфа славится карстовыми пустотами, у нас есть беспокойство, что наши дома просто все треснут, и новые постройки просто обвалятся. Никаких исследований, изысканий почвы данной территории не производились. Просто желание строить дома и получать прибыль. В нашем доме на первом этаже находится поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны. Ну и не только этой войны. И они как раз проходят, у них там проходит путь к этой поликлинике под окнами нашего дома. И они частенько выходят на дорогу. Если там будет эта огромная дорога, ну, представляете, у нас будут много бабушек, наверное, валяться под ногами. Больше им ходить негде. Эти гаражи, как и многие из наших ребят, вот они. Мы все в одних школах здесь учились, в одних садах ходили. Знаешь, 62-го года. Эти гаражи наши старики, уважаемые ветераны войны, отец у меня ветеран войны, строили, благоустраивали, ухаживали. Много здесь войн и раньше происходило по поводу кадастров, всех решений и так далее. Мы отвоевали их. Если здесь построят многоэтажные дома, наши школы будут вообще переполнены. Где детям учиться? Мы не хотим третьей смены для наших детей. Я требую общественных слушаний по этому вопросу. И обращаюсь к Радмиру Мавлиеву. Пожалуйста, вот этот вопрос нужно ставить очень серьезно. Мы все придем на слушание и будем защищать свои права, свой лес, свои гаражи, свои дома. Требуем общественных слушаний. Спасибо.